Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сейчас на чем играешь? На гитаре? Я играю на гитаре, на клавишах, овладел барабанами, бас-гитара и немножечко пою Немножечко? Немножечко, да Сергей, расскажи, как вообще начиналась твоя творческая деятельность в рамках коллектива в группе? Первый коллектив мы создали в 2001, а может быть даже в 2000 году, назывался он «Цмок». Мы тогда еще не понимали, что делаем. Скорее мы просто музицировали, потому что это было современно модно и молодежно. Можно было девчонок приглашать на репетиции и как-то проводить время, потому что спортплощадок и футбольного манежа тогда еще не было. Надо было где-то греться зимой, друзья. Потом названия менялись, составы менялись, мы постепенно становились профессиональнее и профессиональнее, как нам самим это казалось. И через несколько лет наш коллектив уже назывался «Чивз», потом «Чивз Бэнд», мы играли фанк-джаз, все было весело. А потом я решил попробовать себя в новом стиле и оставил ребят в джазе, хотя мы знаем, что в джазе только девушки, но ребята остались там. Потом была поездка в Дубай, где я набирался опыта, каждый день работая над собственным голосом и над любовью зрителя, который не до конца понимал, о чем мы поем, потому что по большинству это были арабы. Потом я вернулся, это было Сочи, потом опять Беларусь, потом немного Европы. И вот я наконец-таки дома, здесь, на этом мягком диване, сижу и рассказываю вам всякие глупости. Пайки. И склепа. Сергей, скажи вообще, как отличается публика в разных странах? У тебя такой большой опыт, люди, они везде одни и те же или все-таки нет? На самом деле публика абсолютно разная, зависит от менталитета. Я с удовольствием хотелось бы побывать и поконцертировать в Японии, потому что знаю, что там необычный зритель, который каждый нюанс слушает и благодарен артисту за то, что он находится на сцене. Конечно, у нас это не совсем так, потому что когда ты выступаешь в каких-нибудь районных центрах или на праздниках города, маленького города какого-нибудь, то там люди по большому счету больше воспринимают тебя как атмосферное явление, звучащее для поднятия настроения во время поедания шашлыка. Вот я бы так выразился. К сожалению, это правда. Но, конечно же, и у нас есть благодарный зритель, который скучает по музыке, скучает по хорошему исполнению и ждет этого очень долго. Приходят на концерт и слушают до конца, аплодируют, дарят цветы. Что касается Европы и Арабских Эмиратов, где я работал, там тоже довольно-таки благодарная публика, но они воспринимают это скорее как какое-то шоу. Как же все-таки угадить таким разным слушателям? Как понять, что будет интересно слушателю сейчас или, например, через год, через 10 лет? Если ты будешь стремиться понравиться кому-то, вряд ли ты угадаешь с тем человеком, которому ты понравишься, если вы понимаете, о чем я. Поэтому артист, он должен творить, художник, он должен рисовать, врач должен лечить, а преподаватель, как ни странно, должен учить. То есть постоянно надо действовать, надо работать, постоянно совершенствовать свой личный уровень, совершенствовать свои знания в области, которой ты занимаешься. И только тогда из всей глыбы написанного материала ты начнешь вот так вылечать, доставать какие-то хиты. Только тогда ты поймешь. А иногда и время расставляет все на свои места, потому что песня, которую ты бишь сегодня, может стать популярной только через 10 лет. Мы часто знаем то, что всемирные артисты выбирали для себя хиты, не те хиты, которые становились хитами. Ну, очень запутанно, но... Ну, понятно, песня. И даже Бон Джови говорит, мне нравятся совершенно другие песни, но хитами становятся другие, то есть зритель сам выбирает. И поэтому очень часто коллективы, которые становятся популярными, через несколько альбомов начинают писать музыку, которая нравится им, и зритель не понимает, что они делают. А где же та зимфира, а где же привет ромашки, а где же... Ну, вы понимаете, о чем я. Конечно. Следующая вопрос. Вот смотри, да, давай возьмем какой-нибудь пример. Например, есть начинающая группа, молодая, белорусская. Она работает какое-то время, выпускает музыку, музыка, например, не заходит зрителям, не становится популярной. Как им быть? Стоит ли, например, как многие наши артисты, ехать в ту же Россию, либо же за рубеж? Может быть, им стоит менять свой формат? Как вот действовать? Как в Беларуси набрать популярность? Сложно? Нет, просто если коллектив есть, он делает ту музыку, которая ему нравится, то он должен продолжать ее делать. Тут есть два фактора. Либо это коммерческий проект, либо это проект для души, для поднятия собственной культуры, культуры музыки внутри страны. То есть очень важна цель, которую ты преследуешь. Когда мы голодны, мы кушаем. То есть мы не едим без надобности. Поэтому человек, если хочет стать популярным, он должен совершать определенные шаги и делать это в правильном алгоритме. То есть сначала он должен выпустить несколько песен, после этого эти песни отнести на радио систематически, потом записать клип. Все должно делаться размеренно и правильно. И безусловно, правильно подобранный имидж, который будет соответствовать индивидуальности артиста, поможет ему создать целостную картинку и добиться высоких результатов. Как считает Игорь Лучинок, это известный белорусский композитор, многоуважаемый человек, артисту нужна песня. И правильно подобранная песня, как и имидж, могут сделать из него звезду. Все-таки я часто слышу, общаясь с людьми, что белорусские артисты почему-то все равно не становятся популярными. Мало кто их знает. В чем проблема? Мало денег, мало песен. Самобытности. Вот не хотелось бы заниматься рекламой здесь, но обратите внимание на группу Navi Band. Они выступали на Евровидении и пели белорусскую песню, ну, фольклорную. И они показывали самобытность. Понятно, что Евровидение – это коммерческий проект, но это достаточно популярная группа, которая сейчас зарабатывает деньги своим творчеством. И они не собираются меняться, они делают то, что им нравится. И они, естественно, на сцене, а это видит зритель. Никакой мишуры. Все-таки фишка в индивидуальности, ты считаешь? Да, потому что очень часто, когда артист ломает себя, не происходит ничего. Поэтому я очень жду, когда мы придем к тому, что на белорусской сцене и на российской сцене дадут дорогу талантливым людям. Потому что бездари сами пробьются. Отлично. Что-то музыка, музыка. Как ты отдыхаешь вообще? Как раздавляешься? А я не напрягаюсь. Это правильно. Вот так вот. Ладно, ты можешь попросить. К сожалению, это не так часто получается, потому что очень много работы, очень много дел. И все хочется успеть, а жизнь, к сожалению, одна. Поэтому в те моменты, когда удается куда-нибудь выехать, я обязательно уезжаю и наслаждаюсь атмосферой. Мне не важно, где это будет. Это будет 100 километров от Минска, 20 километров от лифта или 2000 километров от аэропорта. Главное – наслаждаться самой атмосферой и находить только хорошие и позитивные эмоции в том месте, где ты находишься. Можешь ли ты вспомнить самое необычное место, где тебе удалось побывать? Я думаю, что мое самое необычное путешествие, оно случилось спонтанно. Я решил этот Новый год встретить в Италии. Причем прокатиться по Италии. И не как делают... Сейчас многие белорусские артисты по дороге снять пару клипов на фоне достопримечательностей местных. Нет, я просто катался по Италии, я прилетел в Милан. Это была семейная поездка, мы с супругой будущей поехали. Мы прилетели в Милан, потом поехали в Верону, потом поехали в Бергамо, доехали до Венеции, побродили по Венеции. И в чем было необычное, в том, что мы как-то... Это все было заранее не запланировано. Мы просто просыпались и ехали куда-то, открывая для себя вот такие особенности Италии. Ну, возможно, еще Дубай меня поразил, потому что я ехал туда как не турист, а ехал работать. И поэтому я увидел этот город с другой стороны. Это совершенно другая передача, и когда мы будем снимать «Непутевые заметки», я обязательно вам расскажу про эту чудесную страну, предварительно отрастив большую бороду и за горе. Мы это записали и запомнили. Есть место, где ты мечтаешь побывать, ну, вот ты говорил, что хотел повыступить, да? А вот именно отдохнуть, прям такое место мечты. Мне почему-то кажется, что я очень комфортно буду чувствовать себя в Австралии. Не знаю почему, но когда-нибудь я доберусь туда. Хотел бы выбросить телефон из самолета, но не получится. И побыть самим собой в этой необычной, прекрасной стране. Слушай, я слышала, что у тебя есть опыт по части похудения. Давай поговорим немножко про него. Да, глядя на меня, вы видите, что я знаю, как похудеть. И самое главное, вот я знаю, это вот не то, что, знаете, Дэвид Копперфельт, он мог пройти через стену и вернуться обратно. Вот и я точно так же. Я могу похудеть и вернуться обратно. И потом рассказать людям, каково было там и каково здесь. Со всех сторон ситуацию. Да, да, да. Я могу сказать, что если ты выбираешь какие-то диеты, то ты должен знать, что это надо выбрать один раз и навсегда. И перед этим наесться с Никесов и больше к ним не возвращаться. Потому что я садился на диеты несколько раз, и каждый раз это было все тяжелее и тяжелее. И каждый раз после того, как слазил с диет, здоровье становилось все хуже. И теперь волосы у меня не вьются. Сто пора, да. Спасибо. Сам готовить любишь? Умеешь? Я люблю готовить. Делаю это довольно-таки часто. И у меня хорошо получается. Наверное. Как сказал мой один знакомый, говорит, я готовлю очень хорошо, но невкусно. Но невкусно. Но очень хорошо. Есть у тебя какое-то любимое блюдо фирмы Найфор? Я подсмотрел его в одном из телепроектов. Оно называется «Гнездо орла». Это такое необычное визуальное красивое блюдо с мясом, макаронами, которые закручены в такие маленькие гнездышки, и перепелиными яичками. И все это расставляется. Красиво получается очень эффектный антураж. Когда вы будете снимать передачу про еду, которая будет называться «Поспал, поешь», я расскажу вам рецепт этого блюда. «Поспал, поешь, поспал». И пожалуйста. Как обстоят вообще твои дела со спортом, да, при таком количестве затрат энергетических в плане творчества? Понимаешь, что это как-то так? Спорт для меня как восполнение энергии, казалось бы. Но когда ты меняешь свою сферу деятельности, то ты восполняешь недостающие эмоции за счет каких-то новых вливаний, свежести в твою жизнь. И поэтому, когда я занимаюсь спортом, я люблю спорт, я люблю бегать, я люблю играть в футбол, люблю играть в баскетбол, пробовал играть в хоккей. Только ты как на PlayStation. Не считается. Не считается? Окей. Ну, я ко всем видам спорта отношусь абсолютно лояльно и уважаю их. Для меня самое главное, чтобы игра была честной. Без каких-то договорников, без коррупционных схем. А настоящая честная игра. Поэтому смотрите «Белорусский футбол». Там нет денег, там все честно. Ну да, все мальчики любят футбол, мальчики любят гитары, мальчики любят машинки. Как у тебя касается автомобиля? Любитая шлабость и освобода? Я к автомобилям отношусь как к средству передвижения. Если говорить о том, какой автомобиль хотел бы иметь у себя в гараже, то, наверное, это должен быть Бентли. Причем, я не знаю, почему Бентли. Возможно, мне не понравится этот автомобиль, но я тебе его обязательно куплю. Как насчет небольшого блиц-опроса? Никаких вопросов про культуру средневековья. Блин, это были все мои вопросы. Кто ему сказал? Друзь. Черт. Ну ладно, ну хорошо. Подожди, многие ваши зрители не знают, кто такой Друзь. Давай сразу скажем, что это не гриб. Итак, небольшой блиц-опрос. Бентли или Жигули? Бентли. Бентли или Астан-Марти? Бентли. Бентли или велосипед? Бентли. Бентли или самолет? Самолет. Самолет или яхта? Самолет. Самолет или шикарная яхта? Самолет. Пешком или на лыбах? Пешком. Туфли или модные кроссовки? Модные кроссовки. Чай или кофе? Чай. Спать или валяться? Спать. Пораньше или попозже? Всегда. Нет такого варианта. Пораньше. Ладно, засчитано. Пару слов о твоих планах на будущее. Чем ты собираешься заниматься в ближайшее время? Что планируешь? Я сейчас вам скажу то, что я говорю последних 10 лет. Я планирую записать альбом. Опа. Который будет состоять из совершенно разноплановых песен. Возможно, дуэтных. У меня очень много проектов. К сожалению, не на все хватает времени, но я обещаю вам, мой зритель и ваш зритель, что мы будем делать белорусскую культуру лучше. Мы будем показывать, что Беларусь занимает далеко не последнее место и будет находиться в топе в музыкальном плане. Мы будем доказывать всему миру, что мы самая лучшая страна, что здесь вот самые лучшие люди, у нас самая лучшая природа, все самое хорошее находится здесь. Для этих хороших носей будем заканчивать. Подожди, я еще не показал татуировку. Беларусь – самая лучшая страна. Интересно, как меняются татуировки с диетами и там после них? Ну, ты знаешь, что такое Zoom? Хороший Zoom. Конечно, знаю. Сергей, расскажи, что ты любишь из одежды, вообще, что ты носишь в обычной жизни? У меня абсолютно разные вещи в гардеробе. Я считаю, что каждая вещь должна быть уместна. Конечно, у каждого мужчины, у каждого артиста должны быть концертные вещи, классический гардероб, должен быть какой-то спортивный гардероб, свободный, такие сити-стайл, это там джинсы. Каждый человек должен одеваться так, как ему удобно, но чтобы его стиль был уместен к действующей ситуации. Ты сегодня достаточно уместный одежда? Мне кажется, ты не угадала с майкой. Тут велосипедик, на минуточку. Спонсор нашего проекта – компания «Велобай». «Велобай» – только породист велосипед. Сергей, откуда столько у тебя оптимизма, позитива, энергии? Где берешь? От сыпь? Я беру всю энергию позитив от людей, с которыми я общаюсь в течение всего дня. Стараюсь сделать так, чтобы и моя жизнь, и жизнь моего окружения с каждым днем становилась все лучше. У нас нет времени грустить. Так что давайте будем получать только хорошие эмоции и передавать их другим людям. У нас устроилась новая интересная идея, которую закинул нам, кстати, Сергей. Отныне каждый участник программы «Чисто по секрету» будет закидывать какой-то челлендж для нашего следующего гостя. Итак, Сергей, что ты хочешь? Чем хочешь загрузить нашего следующего гостя? А давайте следующий гость споет частушку. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Сергей Матьюк, композитор, исполнитель, автор песен и, кроме того, просто талантливый человек, который продолжает развиваться и, несмотря ни на что, верит, что наша музыка самая душа.